Я здесь вижу прям глобальные изменения в лучшую сторону по 270-й форме. Всеобщее декларирование с начала этого года не обсудил, ну разве только ленивый. Но признайтесь честно, вам стало понятно, кто и как все-таки должен сдавать эту злосчастную декларацию? Я сильно в этом сомневаюсь. Поэтому мы решили таки разобраться, что нужно знать о формах сдачи декларации, как их заполнять, какие данные нужно указывать, а какие нет и вообще, где брать всю эту информацию. Об этом сегодня и поговорим с Алем Достар, с вами Тимир Галяхат и мы начинаем. И забегая немного вперед, хотел бы сказать, что совсем скоро нас ждут приятные новости, связанные со всеобщим декларированием и декларацией о доходах в частности. Но об этом я расскажу чуть позже. Всем известно, что поэтапное вхождение во всеобщее декларирование в Казахстане началось еще в 2021 году. Тогда ее начали сдавать госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги. Как вы знаете, у нас с вами Казахстан вошел в период и, так сказать, в стадию всеобщего декларирования населения. Этот период разделен на некоторые этапы. И постепенно каждая прослойка нашего общества заходит в это всеобщее декларирование. Для самых первых людей, вступивших во всеобщее декларирование, это были государственные служащие, в прошлом году это были квази-государственные служащие. В этом году заходят во всеобщее декларирование индивидуальные предприниматели, учредители, директора и их супруги, соответственно. И в следующем году у нас с вами первый раз дадут декларацию, входящую по всеобщему декларированию. Это все остальные физические лица, которые у нас есть в Казахстане. Ну, для начала вы должны понимать, что существует две формы декларации, которые будет сдавать все население. Это форма 250-я, ее еще называют входящая или декларация об активах. Все понимают, что такое активы? Если нет, объясню. Это все ваше движимое и недвижимое имущество, включая деньги, ценные бумаги и так далее. Вот все ваше имущество и нужно будет отразить в 250-й форме. Она сдается только один раз в первый год входа во всеобщее декларирование. Когда мы первый раз входим во всеобщее декларирование, мы сдаем 250-ю, показываем в этой входящей декларации все, что нажито непосильным трудом. Это все имущество, возможно, за рубежом. Все имущество, которое в республике Казахстан зарегистрировано в государственных органах, мы не будем показывать. Но там мы с вами должны в 250-й показать какие-то задолженности, если друг другу мы должны были сделать материальный договор. У нас с вами есть денежные средства какие-то, которые тоже должны быть отражены во входящей декларации. Наличные денежные средства я имею в виду. Так вот, мы это все с вами отразили. Кто-то, не мудрствуя лукаво, ничего не показал в этой 250-й форме. Возможно, у кого-то ничего нету, а возможно, кто-то по незнанию это сделал. Сразу хочу оговориться, что у нас с вами в течение срока исковой давности есть возможность сдачи дополнительной декларации. То есть вы сейчас, например, вы не знали, что у вас под матрасом лежит определенная сумма денег, и вы бы хотели ее задекларировать, так сказать, легализовать. Вы имеете право в течение срока исковой давности, а это три года, сдать дополнительную декларацию. Это разрешено законодательством. Ну, что не нужно мучиться и вносить все имущество на территории Казахстана, это уже хорошо. Так что, если вы не олигарх с кучей недвижимости и счетами за границей, с 250-й формой у вас сложности возникнуть не должно. Потратите на нее, ну, минут 10 от силы. Но вот если все же у вас есть драгоценности или дорогое имущество, его, по идее, надо указывать. Драгоценности и все прочее имущество, это называется прочее имущество стоимостью свыше тысячи МРП, оно отражается только в 250-й. Один раз во входящей декларации. В 270-й ее уже нету, этой графы вообще, в принципе, прочего имущества. Но когда вот мы сейчас столкнулись с тем, что будем сдавать 250-ю форму, и действительно ведь у людей есть некая драгоценности, некий антиквариат, возможно, картины какие-то, да, которые требовали бы оценки и отражения. Потому что гипотетически это можно потом продать за очень хорошие деньги. Что получается? На встрече с председателем комитета госдоходов была озвучена проблема оценочных компаний, которые не имеют методики оценки драгоценностей, антиквариата, каких-то скакунов, какого-то прочего имущества. Они не имеют оценки и, соответственно, практически никто не может сделать оценку для того, чтобы мы отразили это по оценочной стоимости во входящей декларации. И получается, даже если вы имеете там целый сейф драгоценностей, к сожалению, в текущем моменте оценить это практически некому. Ну вот налоговые органы вроде и хотят знать, что же у нас в закромах припрятано, а условия, как всегда, не создали. Как заполнять 250, если нет оценки? Там в 250 в разделе прочее имущество сказано только по оценочной стоимости, то есть при наличии оценки. Нет оценки, предполагается, что мы, согласно правилам, не можем заполнить этот раздел. Значит, никаким образом мы с вами их пока отразить не можем, если только не объявится у нас до 15 сентября оценочная компания, которая это может сделать. Если мы с вами приобрели нечто, что у нас позволяет в разрезе 250 и 270, мы с вами, как поняли, уже из новой декларации нигде не будем это отражать. Это наше личное имущество. Вот в этом нам с вами и сделали послабление. Ну что ж, посмотрим, как фискалы справятся с оценкой, хотя стоит отметить, что 250-я форма все же сравнительно легкая по своему заполнению. А вот форма номер 270 в нынешнем ее виде это тот еще ребус. Вот вроде я себя не считаю глупым человеком, но дальше второй страницы у меня дело не пошло. Хотел для эксперимента заполнить ее. Думал, врут люди о сложности ее заполнения, но понял, что все, что я слышал об этой сложности, это сотая часть реальности. В общем, с ней без высшего налогового образования вряд ли кто-то разберется. Я стесняюсь спросить, как они хотели заставить заполнять ее все население? У нас есть обязательство теперь ежегодно сдавать форму 270. Эта форма у нас с вами вторая, входящая во всеобщем декларировании. Предположительно, мы в 270 форме должны были бы показать все то, что мы с вами за год купили, что-то продали. И если что-то это купили, мы должны были показать с вами, откуда деньги взяли на это то, что мы с вами купили. И по результату этих двух отчетов, 250 и 270, после того, как мы что-то продали, что-то купили, отразили или не отразили, Комитет государственных доходов будет запускать камеральный контроль, Своего рода сопоставление данных физических лиц, которые будут говорить, а вообще-то казахстанцы-то по своим доходам ли живут или нет. Но 270 форма у нас с вами была очень сложная. И сейчас я сразу спойлером хочу сказать, если вы уже должны зайти в 270 форму, То есть в этом году до 15 сентября необходимо сдать 270 форму тем, кто в прошлом году сдавал 250. Это учителя, это врачи, квази-государственные служащие. То есть в этом году до 15 сентября 2024 года необходимо сдать 270 форму. И произошло чудо. Не прошло и трех лет, как фискальные органы поняли, То есть, что нормальный человек с их 270 формой не разберется от слова совсем и таки начали двигаться в сторону ее упрощения. Но она написана невероятно сложным языком. Простым физическим лицам невозможно понять, что требуется от них в этой 270 форме. И Комитет государственных доходов услышал нас. Услышал нас в части того, что он нам внес изменения с 1 января 2024 года. У нас с вами поменялся даже сам бланк 270 формы. И нам упростили эту форму. Сейчас эта форма находится еще на обсуждении. Но в конце февраля она уже будет утверждена. Пожалуйста, всем тем людям, которым необходимо сдать в этом году 270 форму, не спешите. У вас есть еще довольно большой промежуток времени до 15 сентября сделать все необходимые действия, которые вам в этом отношении нужны. И не спешите сдавать, как бы на вас сейчас не наседали бухгалтерия, руководство. Я знаю, что в государственных органах это так и происходит. Все куда-то торопятся. Но сейчас вы имеете право не сдавать по старой форме 270 форму, а подождать обновления. Потому что обновления на самом деле очень хорошие. Это, конечно, радует, что форму сделают проще. Огорчает другое. Неужели нельзя было это продумать заранее? А не тогда, когда люди уже полным ходом должны сдавать налоговую отчетность по этой форме. Между прочим, в этом году 270 форму в Казахстане должны сдать уже несколько миллионов человек. Цифры разнятся от 2 до 4 миллионов. В любом случае немало. И позаботиться о том, чтобы они понимали, как заполнять декларацию или сделать ее проще, стоило бы заранее. Но это же не про нас. Ну ладно, подумали сейчас и на том спасибо. Еще бы приняли в феврале облегченный вариант. А то могут и передумать. Так чем же будет отличаться эта новая форма? В чем изменение заключается? С 2024 года у нас с вами 270 форму не будут сдавать все подряд физические лица. То есть люди, которые получают только заработную плату, только пособия, может быть, алименты. И то есть те доходы, которые выплачивает им работодатель, государство, пенсии, да, это могут быть. То есть те, которые удерживаются у источника выплаты, те, чьи доходы удерживаются у источника выплаты, не нужно будет сдавать 270 форму. То есть за вас и так уже работодатель сдал не эту, а другую форму, где показал, что начислил вам доход, удержал с вас определенные налоги и, соответственно, уже отдал вам очищенную сумму на руки. И дублировать в своей декларации по всеобщему декларированию каждому физическому лицу, в этом абсолютно нет никакой необходимости. И Комитет государственного дохода это учел. Он сказал, да, конечно, без проблем, давайте мы с вами уберем эту форму, эту строчку, где ранее у нас с вами 0, первая строка, вот форма действующая сейчас, которая еще не обновленная. Она так и выглядит. Первая строка – доход, подлежащий налоговожению у источника выплаты. Ведь раньше у нас с вами была просто головная боль. Мы не понимали, а какую сумму туда писать? Это значит, надо бежать опять в бухгалтерию, брать справку о заработной плате. Согласно правил, у нас с вами должны были там быть начисленные доходы. Но сейчас у нас с вами, слава богу, изменилась форма налоговой отчетности по 270. И у нас теперь доходы физического лица за календарный год, подлежащих налогообложению самостоятельно, это только лишь доходы имущественные от прироста стоимости. Доход, полученный от сдачи в аренду имущества не являющимися налоговыми агентами. То есть это все, что связано с имуществом. Но обычным гражданам количество проблем с сдачей декларации уменьшили. Правда, сначала сами же их и создали. Я не знаю, может в наших школах нужно ввести с первого класса такой предмет, как стратегическое планирование? Что-то очень сильно хромает эта сфера у наших чиновников. Никто же даже и не задумывался, создавая эту декларацию, как ее будет заполнять какая-нибудь баба Клава через несколько лет и поймет ли вообще, что там написано и что в принципе от нее хотят. Но это я о наболевшем. Вернемся же к форме 270. Новая форма 270, она сродни формы текущей 240. Потому что у нас с вами уже сейчас есть форма налоговой отчетности 240, где мы с вами, получив некий имущественный доход, например, мы имели имущество на территории Республики Казахстан, квартиру возьмем, и она у нас была в собственности менее одного года, и мы ее продали и получили некий доход. Вот в этой ситуации мы с вами с прироста стоимости обязаны были оплатить 10% подоходного налога и сдать 240 форму. Сейчас у нас с вами 270 замещает 240 форму. 240 мы уже не будем сдавать, как только зайдем полностью во всеобщее декларирование. И, соответственно, обратите сразу внимание, то есть сразу первые строчки мы уже видим, что нам гораздо облегчили эту форму. То есть нам не нужно будет показывать нашу заработную плату, наши пособия, наши пенсии. Для меня всегда было, когда была старая 270, было непонятно, как будут сдавать наши пенсионеры. Что они там должны показать? Откуда они будут брать эти суммы? И сейчас, слава богу, у нас с вами вопрос снялся, потому что уже люди, которые получают только заработные платы, только пенсии, только доходы, которые уже облагаются у источника выплаты, значит у нас с вами уже не будет необходимости сдавать эту форму налоговой отчетности. Но, как выяснилось, это еще не все хорошие новости. Кстати, сейчас задумался, что-то я и не припомню, чтобы рассказывал вам о хороших новостях. Это, наверное, в первый раз. Но надо же когда-то начинать. Еще один хорошее изменение в 270 форме, это то, что у нас с вами исключили из 270 формы сведения об источниках покрытия расходов на приобретение имущества. Что было раньше или в том числе сейчас, потому что действует еще все еще старая форма. У нас был раздел F, где было сказано, что сведения о приобретении имущества и об источниках покрытия расходов. То есть, например, мы с вами приобретаем квартиру на территории Республики Казахстан. Мы не просто ее укажем, что мы приобрели эту квартиру. Мы по старой форме должны были указать, откуда мы взяли деньги на эту квартиру. И, соответственно, вот именно этот элемент об источниках покрытия расходов и налоговые органы и планировали камералить, проверять для того, чтобы это все у нас с вами сходилось с нашей входящей декларацией, с нашими доходами. Если мы индивидуальные предприниматели, если мы работники, то, значит, это сходилось с нашими заработными платами. То есть, соответственно, это должны быть некие стыковки. Так вот, теперь у нас с вами по новой форме исключили требования об отражении источников приобретения. То есть, соответственно, мы с вами, если мы приобрели квартиру в Республике Казахстан, мы можем, точнее, государственные органы сами увидят, когда приобрели, когда поставили на учет. Это не касается недвижимости, это касается всего имущества, которое требует регистрации в государственных органах. Автомобили, земельные участки, квартиры. Это все у нас с вами будет отражаться в самом государственном органе. Мы не будем это теперь отражать в 270-й форме. Ну что тут скажешь? Ура, товарищи! Нас и так видят под микроскопом. Все наши движения, точнее, наших денег и имущества. Но это еще не все. Еще у нас с вами есть одно изменение, которое тоже требует к себе внимания. Это теперь в новой форме отсутствует требование по безвозмездно полученному имуществу на территории Республики Казахстан. То есть, если вам подарили, вам в наследство досталась некая квартира, неважно что, имущество, давайте так скажем, которое требует регистрации в государственных органах. Это опять-таки мы говорим квартира, автомобили, земли. То есть, мы теперь это тоже не будем показывать. А раньше мы должны были это показать в 270-й форме. То есть, смотрите, если сделать такое вот некое уточнение, то все, что у нас с вами происходит в Республике Казахстан, не требуется теперь отражать в 270-й форме. Вот у нас с вами вырезка из новой формы налоговой отчетности по форме 270. И у нас с вами здесь в разделе Б сказано о том, что сведения о приобретении или отчуждении безвозмездно полученного имущества теперь требуется отразить только за пределами Республики Казахстан. Соответственно, мы с вами понимаем, что мы сказали, что все, что в Республике Казахстан, мы не отражаем, но все движения, которые у нас с вами происходят с активами за пределами Республики Казахстан, должны быть отражены в 270-й форме. Повторюсь, если у вас нет имущества за границей и миллиардов в банке, вы вполне безболезненно сможете сдать декларацию о доходах. Я здесь вижу прям глобальные изменения в лучшую сторону по 270-й форме. И сейчас людям, которым необходимо сдавать до 15 сентября эту 270-ю форму, будет очень просто ее заполнить. А, возможно, и не нужно будет сдавать тогда, когда вы решили, что у вас нету более никаких активов за пределами Республики Казахстан, у вас нету имущественного дохода, который бы вы получили, находящее имущество, от которого у вас находится в собственности менее одного года. И, соответственно, вам и по требованию сдавать эту самую 270-ю форму абсолютно отсутствует. Хотя есть и исключения. Те госслужащие, в чьей работе может присутствовать коррупционная составляющая, все же будут заполнять декларацию чуть подробнее. Сведения об источниках покрытия расходов, о которых мы с вами только что ранее говорили, теперь эту графу необходимо будет заполнять только людям, на которых возложена обязанность по закону о противодействии коррупции. Это у нас государственные служащие. То есть здесь у нас с вами говорится о противодействии коррупции, и если вы приобретаете некое имущество даже на территории Республики Казахстан, в том числе на территории Республики Казахстан и за пределами Республики Казахстан, и вы являетесь государственным служащим, вот здесь вы должны будете обязательно показать сведения об источниках покрытия расходов на приобретение этого самого имущества. Если вы не относитесь к такому виду физического лица, на которых возложена обязанность по закону о противодействии коррупции, то в этой ситуации вам также не будет требоваться заполнять эту графу раздела Б. Ну и конечно не мог я не спросить про подарки. Подарки на АТОях в денежном эквиваленте это наше все. Как же теперь быть с ними? Дело в том, что все, что у нас с вами физическое лицо получает безвозмездно, а это подарки, мы говорим о подарках, пускай даже это будут денежные подарки, они у нас с вами не облагаются налогами. Даже если у нас с вами будет требоваться отражение безвозмездно полученного имущества, в том числе денег в 270 форме, у нас тут же есть строчка корректировка дохода, где мы с вами будем равнозначно указывать сумму полученного безвозмездного имущества и корректируемого этого же самого имущества. То есть условно вам подарили 100 миллионов тенге, об этом никто не может, то есть вас никто не может запретить принимать такие подарки, никто не может запретить дарить такие подарки. Это неконституционно. Соответственно, мы с вами можем принять эти подарки, никто не может сказать, что ой, это слишком большая сумма для подарка, конечно же мы с вами это можем. Нет, конечно, все подарки, которые получает безвозмездно физическое лицо, они не облагаются, но вам необходимо будет их указать в 270 форме и в том числе как корректировка. Корректировка это значит, оно как бы с, как правильно сказать, оно у нас с вами нивелируется обложение налогом, то есть сколько начислили, столько и уменьшили. Ну от души отлегло, если честно, а то уж я думал, и подарки теперь дарить нельзя. Будем ограничиваться только воздушным поцелуем, а то любимое государство заругает. Но уточнил я и про суммы, а то разные у людей подарки бывают. Вот такие мелкие суммы, 100-200 тысяч, не нужно указывать, мы их вообще в принципе нигде не будем отражать. Но если вам подарили, например, какую-то крупную сумму денег, то, конечно, лучше бы это задекларировать для того, чтобы избежать, так сказать, вопросов. Но тем не менее, вот такие суммы обязательно нужно с дарственными делать. То есть вы понимаете, что вам, например, кто-то планирует подарить огромную сумму денег. Вы на эту сумму денег планируете приобрести тоже какой-то там условно объект имущества, давайте скажем. То вот лучше это все заверить у нотариуса, что это действительно дарственное дарение. Вот таким образом вы будете подстрахованы в этом направлении. Все. Не нужно думать, что вас прям поголовно теперь будут себя облагать налогами. Это заблуждение, которое я вижу, что об этом люди, этого боятся люди, этого недопонимают. Но это не так на самом деле. Это личное имущество, которое никем не будет облагаться сверх требований закона. Ну а про то, что будут проверять тех, у кого три месяца подряд будет более ста переводов ежемесячно, от разных лиц уже говорили много. Так что я на этом заострять внимание не буду. Подождем теперь конца февраля. Убедимся в утверждении новой облегченной формы. И посмотрим, не придумают ли наши гениальные чиновники еще какие-нибудь препоны. На сегодня на этом все. Ну а мы с вами встретимся уже завтра. Обещаю, что будет интересно. Так что не пропустите очередной выпуск прямо по Кунаево. И обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых интересных и важных событий. Не забудьте поставить лайк. Нам очень важно знать, что то, что мы делаем, не бесполезно. Пишите в комментариях, о чем хотите поговорить. Вместе у нас обязательно получится хотя бы что-то изменить к лучшему. До скорого.